Добрый день, уважаемые трейдеры! Ну что ж, если закрыть глаза на то, что происходит на рынке нефти и коснуться отдельно доллара и категории рисковых инструментов, все происходит очень даже неплохо. Американская валюта чувствует себя довольно бодро, я думаю, что дальше будет набирать обороты и оказывать соответствующее давление на своих оппонентов. А вот рисковые инструменты находятся сейчас, опять же, под давлением не только крепнувшего доллара, но еще и со стороны национального фундамента. Мы традиционно делаем акцент на самые популярные валютные пары, то есть разбираем новозеландца, австралийца, канадца, еврофунта. И в большей части по каждому из них, я надеюсь, что за время уже многих брифингов, которые прошли, мне удалось убедить вас в том, что есть факторы локальной, национальной, внутренней слабости, которые сказываются на этих инструментах. Пока что картина не меняется, и с каждой неделей у нас появляется какой-то новый повод, новый фундамент, новый отчет, как поддержка для того, чтобы мы с вами не отказывались от тех идей, которые предполагают ослабление, прежде всего, риска. Среди самых больших аутсайдеров, которые я продолжаю прям настойчиво, настоятельно вам отмечать, это, на мой взгляд, европейская валюта, ну, может быть, даже в большей степени британец, потому что по евро все вроде бы как крутится относительно перспектив денежно-кредитной политики, потому что до сих пор не ясно все-таки, как будет действовать европейский центральный банк, и не ясно, насколько быстро он перейдет к политике более высоких процентных ставок. И, пожалуй, для оптимистов, для тех, кто хочет видеть евро дороже, вот как раз сигнал в пользу того, что повышение ставки может произойти раньше, это то, что хочется им увидеть, потому что признаю, что при такой риторике евро действительно может очень неплохо вырасти. Но предполагать это одно, друзья, работать с фактами, это совершенно другое. К сожалению, на мой взгляд, то, что происходит сейчас в рамках валютного блока, не позволяет драги возглавляющего европейского центрального банка отказаться от той политики, которая проводилась, по сути, с 2014 года, благодаря которой, собственно, баланс европейского центрального банка был расширен на 3 триллиона долларов. Я думаю, что в декабре вот эта планка как раз будет достигнута. Но в отношении того, почему европейский центральный банк не должен отказываться от мягкой экономической политики, я думаю, что всем все понятно. Каждую неделю у нас, ну, если не каждую, то раз в две недели у нас есть возможность с вами оценить обновленные инфляционные ожидания. Мы видим то, что они отдалеки от идеальных значений. Но немного отвлеклись, давайте все-таки вернемся к нашему традиционному сценарию, с чем мы работаем сегодня. То есть экономический календарь вторника, не очень много событий. Фактически я, с вашего позволения, даже не стал выделять какие-то отдельные отчеты, но можно было отметить процентную ставку по Австралии. Но в целом это событие уже позади. В 7.30 по московскому времени решение было принято, ставку оставили на прежнем уровне. Мы сейчас об этом поговорим. Среди прочих отчетов я, пожалуй, даже ничего и не выделил. У нас будет статистики много еще позже на этой неделе, ведь мы с вами ждем данные по Nonfarm Perls. Сегодня я предлагаю обратить внимание на выступление Джерома Паула, который является руководителем американского регулятора. Заранее вряд ли что-то интересное, настолько интересное, что мы можем увидеть резкие движения по доллару, мы от него услышим. Потому что все, что, наверное, он мог сказать, все, что хотел сказать, уже было сказано неделю назад после заседания американского регулятора. Потому что именно тогда ему не нужно было отчитаться о проводимой на текущий момент денежно-кредитной политике, о планах по тем же самым процентным ставкам. И подытожить, опять же, достигнутые результаты по показателям инфляции, экономического роста там и, собственно, по рынку труда. Мы очень детально, опять же, анализировали итоги заседания американского регулятора. Сейчас, я думаю, не суть важной к ним возвращаться. Вы, наверное, усвоили самый главный вывод, который только нужно было и можно было сделать по факту прошедшего заседания. То, что ФРС будет повышать ставки и дальше. Множественные повышения в 2019 году. Но сначала нам нужно с вами дождаться декабря и тоже, скорее всего, этот месяц, скорее всего, вероятность уже 85% отличится тем, что Федрезервы поднимут процентные ставки. Помимо выступлений Джерома Пауэлла, сегодня у нас данные от Американского института нефти по запасам. Статистика важная сейчас, друзья, потому что мы видим, что происходит на рынке нефти. Это какой-то безудержный рост, без каких-либо откатов. Фактически каждый раз, когда у трейдеров есть возможность, опять же, спекулировать, все эти спекуляции, направленные на покупки, растут по контрактам чистые, длинные ордера. Действительно, с учетом того роста, который мы сейчас видим, 85 долларов за баррель мы уже протестировали. Клосс 8504, по-моему, вчерашняя торговая сеть. Сейчас рядом с этой планкой, в принципе, и держимся. И, конечно же, 85 долларов за баррель, это настолько дорогая нефть, что на рынке автоматом реанимируются идеи о том, что нефтянка очень близка к возвращению к суперциклу дорогой нефти, когда за один баррель давали 100 долларов и выше. Но я думаю, что мои комментарии относительно того, что я не разделяю такую позицию излишне, вы все знаете, как действую по рынку нефти я, вы все знаете, что я, возможно, один из самых несгибаемых медведей по этому инструменту, поэтому лишь продолжаю озвучивать свою позицию и стараюсь ее аргументировать. Я не вижу, опять же, причин, из-за которых можно было бы верить в то, что нефтянка вошла в этот цикл более высоких цен на нефть и ориентируется на какой-то уж совсем немыслимый уровень в районе трехзначных цифр около 100 долларов за баррель. Мне кажется, это нонсенс и парадокс, хотя бы потому, что рынок работает с одним и тем же фундаментом. И, на мой взгляд, даже просто логически рассуждая ожидание того, что рынок нефти окажется в состоянии дефицита предложения, эта возможность, эта вероятность уже давно была дисконтирована в стоимости нефти, потому что мы все-таки поднялись с очень низких ценовых значений. То есть центральная идея, которая остается на рынке, это допущение того, что из-за Ирана на рынке будет тотальная нехватка сырья, которая, разумеется, никак не будет биться со спросом, в результате чего из-за того, что нефти будет, собственно, не хватать, мы и видим развитие вот этой восстановительной динамики. При этом участники рынка старательно, я думаю, что даже уже в какой-то мере очевидно, продолжают игнорировать поступающие факты о том, что любые недопоставки могут быть замечены ростом показателей нефтедобычи в рамках ОПЕК России. Не забывайте, что буквально в начале прошлого месяца мы видели и помним доклад Международного энергетического агентства, который оценивает, разумеется, месячные результаты, но поскольку мы работаем с этими цифрами из месяца в месяц, я вот напомню, подытожу, то, что по данным Международного энергетического агентства в период, получается, с мая, вот прям подбил статистику по сентябрь, а сентябрь даже не полностью, рост нефтедобычи в рамках ОПЕК стал максимальным за последние 5-6 лет, поскольку производство нефти выросло больше, чем на 650 тысяч баррелей. При этом, друзья, я думаю, что по Ирану, если говорить о том, что санкции действительно в конце концов приведут к сокращению поставок на 50%, то есть вы помните, это самый негативный сценарий со стороны данного региона, вот на текущий момент мы уже рядом с этой планкой, поэтому хуже уже точно не будет. И тут параллельно сзади подпирает показатели более высокого производства со стороны регионов, которые я сейчас озвучил и назвал. Есть еще и Штаты, вот опять же, ралли вчерашние пытаются оправдать тем, что статистика Бейкер-Хьюз указала на сокращение количества терминалов на 3 единицы, по-моему, за неделю, это вторая неделя подряд, все производство нефти снижается. Друзья, посмотрите, сколько нефти сейчас добывается в Штатах. Планка в 11 миллионов выдерживается, прогнозы администрации и аналитической информации постоянно пересматриваются с повышением из месяца в месяц, и эти прогнозы отрабатываются. Действительно так, выработка нефти на семи основных шельфовых месторождениях только растет. И я в связи с этим предлагаю обратить внимание на данные по запасам, которые выйдут завтра. Официальный правительственный отчет сегодня у нас, своего рода, репетиция от Американского института нефти. Очень важный релиз, потому что в случае увеличения запасов, или еще лучше, скажем, в случае роста объема нефтедобычи, опять же, и Штаты можно будет снова относить к категории тех регионов, которые увеличивают производство, что в целом может привести, не будем говорить к избыточному накоплению запасов, но в целом может привести к компенсирующему влиянию на те недопоставки со стороны Ирана, которые по-прежнему по негативному сценарию являются гипотетическими. Да, сколько-то нефти сейчас уже по производству сократилось, какие-то компании покинули иранский рынок, а какие-то страны уже не закупают, опасаясь какого-то воздействия сенсионного со стороны Штатов. Но все-таки у нас есть и ключевые импортеры иранской нефти, они сохраняют высокие показатели потребления этого сырья. И я думаю, что в целом картина серьезным, тотальным образом не изменится. Ну и, друзья, я по-прежнему жду какой-то активности со стороны Трампа, потому что приближаются промежуточные выборы, цены на нефть растут в Штатах, топливо фактически показывает прирост каждую неделю, недовольство среди рядовых граждан тоже увеличивается. Трамп должен вмешаться, есть аргументы, есть инструменты влияния на котировки нефти. Я думаю, что пора бы ему уже напомнить о своем крайне негативном отношении к дорогому сырью. Ну, 85 долларов за баррель, друзья, я уж точно даже при самом негативном сценарии не ожидал то, что цены уйдут так высоко. Соответственно, повторю тактику, которую я озвучил вчера. Больше я не продаю через отложки селлимит. Уже считаю, что нужно ловить нефть через селл-стоп. Вот вчера у нас был отложенный орден на отметке 81 с небольшим. Я предлагаю его сейчас подтянуть до уровня 83 и уже ловить, опять же, коррекцию с этого значения. Рубль 65, скажем так, уже такой психологически круглый рубеж. Поддержку, безусловно, оказывает цены на нефть. Ну, этим все и сказано. Соответственно, мы уже убедились за последние несколько торговых сессий, что степень корреляции между нефтянкой и рублем, она уже не так очевидна, не такая значительная, как была. Соответственно, если рассуждать дальше о том, что будет в плане отдачи на рубль со стороны нефтянки, я уже отметил потенциал снижения, который, друзья, сейчас у нас имеет место быть. Поэтому возвращение рубля к тем значениям, которые мы видели ранее, 68,70, это, ну, я полагаю, вопрос, собственно, до конца этого года. Он актуальный как сценарий. И я думаю, что вы делаете ставку, собственно, на ослабление российского валютного актива, потому что понимаете о причинах, которые должны к этому, собственно, привести. Доллар, японская иена, в частности, как мы действуем здесь, сохраняем длинные позиции. Для тех, кто не торгует, можете дождаться там отката потенциального. Вероятного он всегда может быть, потому что мы, раз работаем с трендом, тренд фактически подразумевает определенный наличие определенных периодов, когда инициатива переходит, собственно, и к продавцам. Байлимит 113.40 – это для тех, кто хочет поспекулировать парой доллар-иена, но ищет хорошие уровни входа. Почему доллар-иена будет расти дальше? Потому что мы не раз говорили о сильной фундаментальной поддержке для доллара. Мы сейчас делаем большой акцент на контраст монетарных политика. Мы видим сейчас и сильные отчеты, которые каждую неделю выходят. Индекс АСМ в производственном секторе, вчерашний, чуть ниже, чем мы видели месяц назад, но все равно гораздо выше 50, то есть все равно в зоне восстановления. Индекс разгона инфляции тоже остается на высоких значениях. Впереди у нас статистика о пареньку труда, которая, как уже неоднократно было отмечено, вряд ли нас разочарует. Европейская валюта против доллара. Друзья, я предлагаю вам просто задаться, ну, точнее, покупателям евро, задаться о цели, не о задачи лично, а себя. Вопросом, зачем еврозоне дорогой евро? Зачем еврозоне дорогой евро в свете уже обострившихся отношений, опять же, с Соединенными Штатами Америки? Потому что вот пройдет месяц-два, мы снова вернемся к той спорной теме относительно импортных опошлений на автомобиле. Мы с вами говорим про Brexit, где Европейский Союз является одной из действующих сторон. И судя по тому, что речь идет о вероятном жестком Brexit, вы должны понимать, как поедут торговые балансы и что их может, собственно, впоследствии выровнять. Если говорить про европейскую валюту с точки зрения действий Европейского Центрального Банка, то я бы даже сказал, что на текущий момент ЕЦБ находится в ловушке низких процентных ставок. Потому что Европейский Центральный Банк прекрасно понимает, что если они сейчас настойчиво будут готовить рынок к скорому повышению процентных ставок, схематически подкидывая какие-то заявления о том, что это решение фактически принято и его остается только дождаться, Евро действительно разовьет восстановительное движение. Евро укрепится, может там быть уровень 1.20-1.25. Вот знаю, что многие ориентируются на такие цели. Но вы должны понимать, что даже при отметке 1.20 очень сильно пойдет экономический рост. Это снова окажется под давлением показателей инфляции. И могут возникнуть, сложиться условия на внутреннем рынке, которые мы видели до, получается, 2014 года, когда, по-моему, за 1 евро, точнее курс евро-доллара был на отметке 1.4. И, собственно, для того, чтобы ослабить курс евро тогда, Европейский Центральный Банк и прибегнул к этим экономическим стимулам. Сначала начал снижать процентные ставки, и потом уже возникло решение внедрения программы количественного смягчения. Поэтому сейчас, рассуждая о перспективах денежно-кредитной политики, я бы все-таки вам предложил вернуться к тому, что было в 2014 году, сравнить с тем, что есть сейчас. И вы без меня придете к выводу о том, что еврозона не нуждается сейчас в дорогой валюте. И в лучшем случае котировки будут заморожены, скажем, в диапазоне небольшом, рядом с текущими значениями, худшим мы впоследствии все-таки сможем наблюдать развитие как раз понижательного тренда, о котором я вам, друзья, говорю. Поэтому по евро мы сохраняем долгосрочные короткие позиции. Фунт против доллара 1.3035. Вчера вышел отчет индекса активности в производственном секторе. Неплохие данные с 53-х водостей до 53-х, 8-ми. Активность в производственном секторе важна, но не так важна, как сфера услуг, а сфера услуг у нас по анализу заготовлена на завтра, друзья. Поэтому давайте дождемся более, скажем, интересных цифр. В целом я напоминаю, что в моменте отчет может повлиять на курсы британца, но в то же время все те, кто спекулирует сейчас, британская валюта, особенно на большие деньги, мониторят тщательно новостной фон, где особенно фигурирует слово Brexit, потому что всех интересует в конце концов, на каких условиях завершится вот этот политический процесс. Мы готовимся к негативному сценарию, друзья, поэтому по британцу я жду пробоя поддержки 1.30 и уход пары еще ниже. По австралийцу 0.7195 снижаемся, это все отголоски прошедшего заседания Резервного банка Австралии, ставку на прежнем уровне сохранили, однако снова отметили риски закредитованности, недостаточного роста инфляции и повторили, что в целом экономика заинтересована больше в слабой национальной валюте. Также Резервный банк Австралии по протоколам, по заявлениям, уделяет сейчас очень много внимания рискам замедления мирового экономического роста. При этом отдельно в этой теме отмечается Китай как один из локомотивов во всей мировой экономике. А в Китае, как вы знаете, по статистике сейчас, да и уже давно, не только сейчас, уже многие годы ситуация оставляет желать лучшего. После конфликта с США, я думаю, картина только ухудшится. Мы в этом сможем убедиться через квартал, опять же, когда начнут приходить первые результаты влияния торговых барьеров, торгового протекционизма, взаимного на темпы экономического роста. Поэтому по Австралийцу тоже не на чем расти, ждем 0,70, как и раньше. По Новозеландцу пробили мы поддержку 0,66, друзья. Я предлагаю отказаться от длинных позиций и так же, как и по Австралийцу, снова развернуться и ставить уже на возвращение к нашей с вами давней цели. Это уровень 0,65. Ну и центральным, конечно же, инструментом, который сейчас должен быть в фокусе вашего внимания, это канадец. Работаем сейчас с поддержкой 1,28, она тестируется. В данный момент уже не раз пытался курс закрепиться ниже, но пока вот эти попытки не увенчались успехом. Я думаю, что мы имеем дело с элементарным, обычным и знакомым всем накоплением достаточной силы для продавцов. В итоге этот уровень будет продавлен. Почему растет канадец? На достигнутом соглашении о сохранении свободной торговли, пакта свободной торговли, трехсторонний пакт США, Канады и Мексика, можно сказать, это новая редакция на авто. Соответственно, Канада пошла на уступки, и, мне кажется, правильно сделали. Самая главная, пожалуй, уступка – это снижение ограничений, ограничительных мер в отношении защиты национальных производителей молочной продукции, что, в конце концов, позволит сделать канадский рынок более открытым для американских фермеров и увеличить, собственно, показатели импорта со стороны США. Это на чем и настаивали штаты. В итоге они добились того, чего хотели. Но я думаю, что Канада тоже выиграет от этого соглашения. Трамп приветствовал, собственно, достигнутой договоренности. Если раньше он критиковал на авто как самую худшую сделку в истории человечества, то сейчас новую редакцию соглашения Мексика, Канады и США он называет величайшей сделки, величайшим соглашением, которое оценивается в 1,2 триллиона долларов. Это совокупный товарооборот между странами. Конечно же, друзья, это серьезный политический позитив. Он открывает дорогу для безграничного роста канадца. И поддерживать канадца еще должны. Такие высокие цены на нефть, как сейчас, и перспектива повышения процентной ставки. В эту пятницу у нас снова блок статистики по Канаде, рынок труда, который тоже должен повысить нашу с вами уверенность в том, что политика будет постепенно ужесточаться, и, соответственно, у канадца появится еще один повод, чтобы укрепиться. Ждем отметку 1,25, как и раньше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.